Приветствую всех! Мы в гостях у очень интересного человека. Наверное, он может рассказать немного о себе, чтобы, так сказать, вникнуть, о чем будет разговор и на каком уровне будет этот разговор. Я думаю, что уровень разговора сформируется сам по себе в результате разговора. А о себе могу сказать примерно так. Нахожусь на планете в человеческой форме, выполняю необходимую миссию, ну и пока все более-менее получается. Это так вообще. Потому что на канале Астралионика, который я представляю, и обо мне, и о том, чем я занимаюсь, о том, откуда я вообще появился, какое у меня образование и многое-многое другое, там все есть. Можем пробежаться, так как в Википедии самые главные пункты образования, профессия и нынешний пункт предназначения на данный момент. Как вы пришли к этому? Образование? И почему? Пока что люди пока что не понимают, о чем идет разговор. Окей. Потому что у меня боксеры, спортсмены и... И другие уважаемые люди. Так точно. Да. Родился здесь, в Латвии, чем очень доволен, в Риге, в рижском роддоме. И принимала на свет меня медсестра, которая так, между прочим, подрабатывала на рижском телевидении. Самой красивой ведущей. Вот я пока умолчу, кто это такая, пусть там народ немножко поищет. То есть вы в свет пришли сразу с прекрасным видом, вы видели прекрасную женщину. Да, просто. Наверное, даже обалдел, потому что какое-то время я там звуков никаких не издавал. Да. Но Герда Сенкевича была такая прекрасная, невероятно очаровательная ведущая. Она новости передавала, всякие там разности. И люди с жизненным опытом, наверное, помнят этого человека. Она ушла уже в другой мир, там ей хорошо. Я узнавал, она прекрасно там себя чувствует. Как и все остальные, кто уходит правильным образом. Мы все не умираем, не превращаемся в ничто, в ноль. Может быть, какие-нибудь... Нет, вот что я хотел извинять. Про реанкарнацию. Вот как бы многие не верят тому, а есть... Понимаешь, Марис, можно верить, не верить. Мы сегодня, в конце концов, в 21 веке живем, да? И тема законы мироздания, проводимые через жизнь человека, эта тема даже в математике отражена. В 88-м, по-моему, году Борис Ицхаков, это еще советский ученый, кандидат экономических наук. Он написал научную работу, в которой строго математически обосновал непреложность, то есть обязательность принципа реанкарнации. И не только для человека, для всех форм жизни. Я добавлю то, что моя жена дедушка, он сам инженер был, с высшим образованием, очень умный такой дядя, и он не верил Богу. Но когда физики доказали, что Бог существует, он начал верить ему. Только вот через такой... доказаны физики... Неважно, как, каким образом, как долго, мы все равно возвращаемся к источнику. Сначала принимая это как гипотезу, потом уже осознавая, что в этом что-то есть, потом, понимая, как первоисточник через нас всех развивается сам, и дальше, выполняя свою программу жизни во Вселенной, мы все равно возвращаемся к нему и приносим в единый центр информационный, приносим всю сумму опытов жизненных, знаний, все, что мы накопили за все наши воплощения, то есть за все приходы на определенный уровень материальности. А этих уровней очень много. Прекрасно. Есть к чему стремиться. Конечно. Продолжим. Вы родились с прекрасной дамой, телеведущей. Ваше образование и специализация? Первое очень высокое образование, оно не высшее, как у нас считается, но высокое, это Марбская восьмилетняя школа, где я получил замечательные основы, фундаментальные основы знаний, благодаря которым я с успехом дальше поступил в среднюю школу, которую закончил с похвальной грамотой по английскому языку. Ну, так уж получилось. А дальше не случайным образом поступил в Рижский краснознаменный институт инженеров и гражданской авиации. На тот момент этот институт входил в первую десятку лучших технических вузов в мире. Существовали тогда такие справочники. Очень интересно. Я его сам в руках держал. У нас в институтской библиотеке был такой справочник в вузы мира, и там вот это все было написано. Я поступал в 1976 году. Считается, что это был пик развития нашего института. Получается, и на этом закончили. Авиационное, техническое и системное образование, то есть то, что мне дало фундаментальные основы знания обо всем, что связано с самолетом. Это тогда. Причем там все было уникально в этом времени. И удивительно. И так уж получилось, что я учился в группе. Было всего-таки две группы на нашем факультете, которые изучали абсолютно все, что связано с авиацией. То есть это авиационные радиоэлектронные системы, это электрическая часть авиационная. И до поступления в институт, еще учась в школе, я учился в клубе юных авиаторов при этом же институте. То есть я три года учился вполне нормальным таким предметом. Таким как материаловедение, авианесущая часть, двигатели современные. Быстрый вопрос. Летать на самолет умеете? Хотел. Я понял. В следующей жизни. Хорошо. И на данный момент профессия ваша какая? Вот в таком, так сказать, уже взрослой возрасте. И как долго? И как к этому пришли? Профессия, она включает в себя в том числе и то, что в качестве системного образования получил в институте гражданской авиации. Знание о том, как системно подходить к исследуемой проблеме. В этом смысле институт дал колоссально много. Потом был период разных работ в том числе и работа, ну, просто инженером-преподавателем, например, на кафедре эксплуатации. Потом какое-то время так жизнь устроила. Я работал ведущим инженером в группе кабельного телевидения ОКП-6 Латкомон-проекте. Занимался обеспечением Латвии кабельным телевидением. И в это же время продолжал заниматься медициной. А изучать медицину я начал, как только научился вообще читать. Потому что у нас моя мама была медик, старшая операционная сестра, между прочим. В медицинской системе это очень высокий уровень. У нас так получилось, что первые книжки, которые я начал лихорадочную выдергивать с полок, как раз были книжки по медицине. Я их все штудировал. Все, что попадалось под руку. И, конечно, оно оседало. У меня был момент, когда я мог пойти учиться в медицинский институт. Но получилось так, что я учился в техническом вузе и продолжал заниматься медициной. После окончания института это просто перешло в систему изучения своих собственных возможностей. Это занятие каратэ, потом всякими восточными делами, выход на понимание энергетики, умение видеть энергии, умение видеть меридианы, например. Это китайская медицина. Пришлось снова возвращаться к обычной западной, чтобы снова с ее точки зрения смотреть на китайскую медицину. Попутно, поскольку у меня было техническое образование, я конструировал разные электронные устройства, которые помогали измерять определенные параметры человеческого тела. Я связывался с теми, кто у нас этим занимался профессионально. Фома Григорьевич Портнов в Юрмале этим делами занимался. Это электропунктурная диагностика и терапия. Короче, я сам все паял, сделал эти все приборы, ими лечил направо-налево, рискуя, конечно, нарваться на какие-нибудь неприятности. Но все получалось. Почему такие наводящие темы, такие наводящие вопросы? Потому что людей надо ознакомить всегда, чтобы не было, а, ну, Майорис пришел к какому-то мужчине и задает сейчас такие сверхъестественные вопросы. Да, да, да. Поэтому всегда надо, наверное, это есть предусловие, кто, почему и для чего, и какой, так сказать, взял ПТС, мы по вашей библиотеке, то, что на этом не останавливались, и там уже самовременные. Поэтому я к чему хочу сказать, то, что есть такая парадигма у людей, то, что вот сколько в школе научился, столько есть. Это я слушал одну книжку интересную, то, что наше знание, впитывание знания заканчивается, когда наше дыхание останавливается. Согласны вы или нет? Абсолютно согласен. Более того, опять-таки, основываясь на строгой науке, физике, биофизике и многом другом, что входит в область, которая называется энеология, то есть наука об энергоинформационном обмене человека и окружающей Вселенной. Можно абсолютно точно доказать, что человек по своей физической сущности это приемопередающая система со многоуровневой, опять же, системой накопления информации и способность ею делиться. То есть задача познавать, обобщать опыт и делиться опытом с другими. Это самая первейшая наша задача. Согласна то, что, допустим, у людей в мозгу, допустим, гораздо больше в голове, допустим, я от себя расскажу, как у меня. Я начинаю там, бегу, бегу медленный кросс, и мне начинает, наверное, работать кровообращение получше. И мне в мозгу складываются все мои мысли, вот как они, я как должен сказать, как я должен действовать, что я для этого... То есть все становится по полочкам. Но проблема у людей в чем-то, что большинство у них вот эта информация в голове есть, а выдать они не могут ее. Ну, во-первых, мы все разные. Во-вторых, в обычной науке, я называю Нобелевской, есть многое, что пока совершенно непонимаемо этой наукой. Как раз в смысле, как происходит процесс мышления. Какую часть в процессе мышления занимает, например, наша память, долговременная и оперативная? Где это все? Почему это важно? Потому что строго с физической и математической точки зрения память, которую обладает человек, она не может уместиться в мозгу. Слишком мало носителей или ячеек. Значит, мы сразу переходим к теме... На иклауд идет? Не совсем. Мы переходим к теме знаний о человеке. И здесь, скажем, медицинская, медико-биологическая часть этих знаний, но это не очень значительная часть, гораздо больше знаний, накопленных человечеством из так называемых оккультных наук, которые не просто ля-ля, я сейчас говорю, которые вполне стыкуются с современными знаниями области физики, причем передовой физики и математики. Это и есть то, чем я сказал, эйниология. Чем я и занимаюсь с 80-х годов. То есть, это наука об энергоинформационном обмене. Что вы можете сказать сейчас про нынешнее образование в школах для детей? Короткий комментарий. Я пытаюсь подбирать приличные слова. Это деградирующее поле взаимодействия со знанием. С какой целью? Да, с какой целью. Удержание народонаселения и земли на, по возможности, более низком уровне. И сознание, и всего остального, что совмещено с сознанием человека. Если мы дотронулись до детей, вопросы такие... Я сегодня смотрел интересную тоже передачу по поводу того, что... Не только детей, всех. То, что в школах... Ну, вообще сейчас дети все в телефонах. И очень мало кто читает книжки. И здесь вот это есть короткая память человеческая. Тренируется короткая память, потому что человек на нынешнее время дольше 30 до минуты, его внимание уже теряется, и он уже скроллен дальше. И наша вся память становится короче, 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 короче. Но есть прием, какой читание книг. Потому что мы же одну книгу не можем прочитать там за минуту. И поэтому вот это есть, это то, что воспоминаешь, как там было дальше. Что можно сказать? Телефоны и книжки. У телефона должна быть своя совершенно конкретная определенная функция. И для детей не больше. Существует и пока еще, подчеркиваю, все два слова, пока еще мы находимся в таких физических обстоятельствах, при которых для улучшения работы и памяти, и многого другого, даже на уровне физиологии, связано с процессом чтения. Это не просто какое-то не вполне понятное получение какой-то информации. Об этом процессе физиолог может рассказать одно. специалист в области биоинформационных систем, другое. Биофизик, третье. А энеолог может рассказать почти все. Почти, потому что есть то знание, которым тоже располагают люди. но это знание от нас скрыто под эгидой тайная космическая программа. А это уже такая тема, о которой можно очень много говорить. Это тоже реальность. Это, между прочим, та реальность, которую нам показывают в фантастических фильмах. Сейчас уже видим. Да, где, например, человек садится в кресло, ну, там надевают какие-то устройства, бац, и он уже знает, как управлять космическим кораблем, допустим, неземного типа. Это дремучие, это пещерные каменного века, грубо говоря, технологии для тайной космической программы. Там все уже проехали. А нам только в кино показывают, и мы думаем, что, о, как здорово, как это все чудесно. Дотронулись до детей. Я еще, наверное, последний вопрос про детей. У меня есть в мыслях проект о том, что, чтобы государство, помните, в советское время было, я не помню, в советское время, нет, давали такие витаминки. Каждому давали. Да, в школе давали. Да. И я хочу возновить, воскресить этот процесс, чтобы в школах нам, в школах, в садиках выдавали с детям витамины за счет государства, там, начну с Риги. Вопрос вам, как медику, знающему человеку, это хотя бы на 30% поможет детям не болеть каких-то вот нынешних, если будет правильно составлен, так сказать, комплекс витамина? Если правильно составлен, это будет только помогать. Но сегодня, если мы говорим о детях, то есть, о людях, людях, подчеркиваю, нашей планеты в возрасте до, ну, скажем так, до 16 лет, Борис, их спасать надо. Вот именно, вот в чем ты говоришь, они же маленькие, ты знаешь, как белый лист, который, как ты, во что ты вложишь и физически, ментально, и духовно, такое будет наше продолжение. А если мы верим то, что мы перерождаемся, то мы вернемся же обратно сюда и будем получать все плоды, которые мы вложили сейчас, на нынешнее время. Безусловно. Это вселенский закон. Отменить его невозможно. Другое дело, что бывают разные периоды в космических циклах. Мы сейчас находимся в очень важном периоде одного из таких циклов. Он решающий. И в этом периоде решается будущее человечества Земли по большому счету. Куда мы пойдем? Мы пойдем в сторону развивающейся цивилизации, которая будет дружить с другими родственными цивилизациями и взаимобогащаться? Или мы пойдем на убой? В прямом смысле? Следующий вопрос. Если мы дотронулись до веры и до знания, что может сказать про нынешнюю ситуацию в христианстве? В христианстве точно так же, как практически во всех других конфессиях, назрело очень много больных вопросов, которые встали в полный рост, и их надо решать. Это связано с историей, если мы говорим о христианстве, и со многим другим, что сегодня являются больными темами. Но в конце концов, мы в 21 веке живем, невозможно воспринимать тексты Библии вне контекста, например, того, как они создавались, эти тексты, сами, так называемые Ветхий Завет и Новый Завет. Сегодня для того, чтобы это правильно воспринимать, я подчеркиваю, правильно воспринимать, а не отвергать, откидывать, как вообще чепуху какую-то. Для того, чтобы это правильно воспринимать, надо хотя бы восстановить опыт приближения к правильному пониманию, который тоже есть. Он тоже есть в оккультных науках. Пожалуйста, возьмите «Разоблаченная Изида». Это работа Блаватской, где она с огромным количеством строго научных подтверждаенных ссылок показывает, что и как изложено в Библии так называемой. И это XIX век. Но мы-то прожили гораздо больше. Мы сейчас наконец-то получаем знания о том, как, каким образом, сколько, то есть, как долго человечество Земли в разных культурах, в разных временах общалось с себе подобными, приходящими с других миров, созвездий, галактик, иногда даже вселенных. Это колоссальная часть того, что имеется в Библии. Только понимать это надо правильно и в том числе проводить какую-то там в конце концов ревизию. Но, ребята, дорогие, существует несколько вариантов очень старых текстов того, что мы называем Библией, то есть, это основа христианства. Но сравните одно с другим, вы уже увидите разночтение. Если соглашаться с нашими священниками в том, что вот ты взял в руки Библию, все, это от Бога, и там каждая буква на месте, каждая запятая на месте, что уже вранье, простите. У меня в руках много было вариантов Библии и на русском языке, и на английском. Вот там на полке у меня New International Version выпуска 1985 года. Это самый последний труд англоязычных богословов на тот момент. Если сравнить эти тексты с громадным количеством ссылок на исторические материалы, на доказательную базу с тем, что до сих пор предлагается нам, чтобы в это поверить, то, ребята, тут явные противоречия. Ну, смотрите, я извиняюсь, перелюбил. Это только первое. Да, то, что на самом деле, как бы я там вот в храм, когда захожу, я там тоже иногда поднимал тему о реакорации, да, и они там сразу, нет, такое нельзя, это не по вере, но смотрите, первое, если мы по христианству смотрим то, если мы будем делать плохо, нас накажем, да, это уже страх, везде страх, так сказать, руководить человеком, везде страх, любой страх, он руководит, даже в политике, даже, да, везде, но, почему это, опять, не могут сдружиться, реакористрироваться из христианства, почему, потому что, если мы верим, то, что мы переродимся, так я, наоборот, я буду тут ухаживать за своей, за своей планетой, землей, за своей стороной, гораздо лучше, и, так сказать, с мыслью, то, что я приду сюда еще раз, а тут почему-то не могут, так сказать, сдружиться, вопрос, почему. Дело в том, что в текстах Библии, может быть, может быть, это диспутабельная тема, может быть, меньше в Ветхом Завете, где еще больше страха и мало любви, может быть, в меньшей степени это касается Нового Завета, где уже больше любви, но все равно страха еще более, чем достаточно, это то, о чем ты сейчас сказал, оно есть. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Это золотое правило. Ведь оно в себе и это содержит. Зачем я буду поступать с другими, так как я хочу, чтобы со мной поступали, если завтра я помру, от меня ничего не останется, правильно? Лучше я буду поступать так, как мне хочется, всех буду нагибать, все равно завтра ноль будет, да? А если не ноль, то вот он ответ. Долговременно. И много-много, что там еще осталось, вот если называть вещи своими именами, от того, что доказано, что тексты Нового Завета переписывались много раз, многократно, из них выбрасывались огромные куски текста, это даже при том, что сам факт канонизации определенных текстов, которые мы сейчас считаем каноническими, синоптическими, это четыре Евангелия. Уже как это происходило, ну, простите, так люди перед Богом себя чувствующие, они не должны были так это делать, но они сделали, ладно, Бог. Про писание, переписание, на самом деле, я сейчас вижу, прямо вот на сегодняшний день, как, ну, то бишь, как мы можем верить, допустим, в ситуацию, которая происходит у нас, у соседей, потому что есть одна сторона, которая говорит А, вторая сторона, которая говорит Б, и так же самое, там, не знаю, Первая мировая, Вторая мировая, там вообще происходило ужас, там не было ни интернета, ничего, и там вообще, я считаю, что что-то написано, от правды, я думаю, там 30% от правды что-то написано, потому что на данный момент я вижу, насколько разглашается, вот, нету одной правды, в текстах библейских есть сравнение некого персонажа, который так туманно все всегда выписывает, туманно, оставляя возможность для домыслов, это вот враг рода человеческого, он же отец лжи, нам наконец-то надо говорить правду, в том числе и о том, как эти тексты создавались, кем они писались, кто там есть кто, как это все в реальности было, убрать всю мифологию, и несмотря ни на какие там чьи-то имена, там, Петра или Павла и так далее, все надо сказать наконец-то, как оно было, потому что документы есть, во-первых, во-вторых, потому что есть историческая правда, которая развенчивает то, что до сих пор эксплуатируется, мельчайший пример, вот Павел пошел там куда-то громить этих, ну, своих врагов, да, и потом он ослеп, и какой-то мальчик что-то там с ним сделал, он начал видеть, такая легенда, и он шел в Дамаск, ну, там, по Библии, по тексту, господи, место под названием Кумран, это совсем рядом с Иерусалимом, в то время для своих называлось Дамаск, вот куда он шел, не в Сирию, куда-нибудь там за сотни и сотни километров, а вот туда, вот таких примеров моря, это все надо убрать, и это когда выяснится, что, если обобщая эту тему, самая большая проблема христианства, отсутствие любви, в нем слишком много страха, включая понятие страх Божий, каждый священник это трактует по-своему, как их в семинарии учат, так и учат, но от слова никуда не денешься, чем его не замаскирай, не маскируй, чем его не припомаживай, страх останется страхом, Всевышний это любовь, а мы сегодня в результате взаимодействия с друзьями нашими космическими, настоящими, а не рогатыми, мы, например, знаем то, что помогает нам лучше понять наши интимные взаимоотношения с женской ипостасью всего этого сонма высших сил, с Богородицей. Каким образом? А наши космические друзья просто говорят материальный мир, в котором вы живете и которых очень много разных уровней, это проявление женской ипостаси единого. Она же в одной из своих ипостасей, когда было необходимо, стала тем, кого мы называем Богородицей. всего лишь незначительная. Вот меня мучает один вопрос. Очень долго я так философствовал сам собой, женой, то бишь мы сейчас смотрим вокруг нас интернет, самолеты, истребители, телевизоры, плазма и так далее, там прочее, виртуальная реальность. И мы помотаем, не знаю, мое детство, ваше детство, у вас там телевизор был, был один, как он был? КВН. Вот такой вот экранчик, перед ним встала линза вот такая здоровая. И мы все смотрели, что-то там показывают. Да, вот, и вопрос, еще сто лет назад этих телевизоров скорее всего не было. Было то, что людям запретили знать, вспоминать и к чему запретили иметь доступ. Были другие технологии. Я просто к тому, то, что получается мы сейчас за последние 50 лет так сильно развились в технологии, в технологии, только в технологии, но тогда вопрос, что было вот до этих тысячи, миллион лет, что тогда было? Палочками бегали, как выживали? Ну, если мы так по такой логичной типочке развития нынешней последних 50 лет, получается, остальное время что было? Бегали голые, ну, без трусов, что ли? Ну, это большая тема, реальная мета история человечества нашей планеты. При этом, давай, в конце концов, перестанем повторять за глупыми покупными учеными, которые говорят, до сих пор умудряются говорить о единственности разумной формы жизни здесь на планете. Да? Это уму непостижимо. И просто к тому хочу задать вопрос, что вот этими палочками бегали, а пирамиды кто построил? Нынешними сейчас не могут построить, и все чудо свято. Первое, мы сразу касаемся темы взаимодействия земного человечества с другими цивилизациями, других космических систем. Это сразу просто тема. А почему это вы знаете, а допустим, я и другие многие люди об этом только фильмы? Те, кто об этом не знают, пока, пока, а может быть наша с тобой беседа их подвинет на исследование этой темы. Они просто что-то услышали впервые, я за них очень рад. Во-вторых, они никогда самостоятельно не проводили поиск, а сейчас это очень просто. В-третьих, добро пожаловать на канал Астралионика. У нас очень много видеороликов, в том числе с археологами, которые показывают, как это мы не видим. Удивительно. Вот они совершенно реальные физические артефакты, на которых четко видно, что человечество того времени, к которому приписываются эти артефакты, они взаимодействовали и с хвостатыми, то есть драконийцами, рептилоидами и так далее. Они с серыми, с насекомыми, с кем мы такое не взаимодействовали? Это все есть. Вы хотите сказать, что вот эти фильмы фантастики, она не придумана? Абсолютное большинство фильмов на так называемые фантастические темы, включая и темы контактов с другими цивилизациями, с их представителями, это не фантастика, это такая редуцированная правда, так умело, грамотно редуцированная, чтобы мы это воспринимали как фантастика, сказка или что-нибудь. Там не дураки этим всем занимаются. Потому что уже давно, уже старый фильм, я помню, как сейчас маленький такой смотрел фильм, где маленький мальчик нашел инопланетный корабль, и там зашел, и там подружился с этим... полет навигатора снимался в Норвегии. Поэтому... Я не знаю. Так и есть, да. Это фильм, снятый по части биографии одного очень уважаемого человека, который известен всем, кто занимается темой тайной космической программы. Вот у него в детстве так и было. Примерно так. Он тоже летал на таком корабле, это отдельная история, она тоже есть на канале Астроленка. У этого человека есть имя и фамилия, к великому сожалению, он пока еще в тюрьме. Очень часто так бывает. Слишком разговорчивые или те, кто не идут на соглашение, всегда очень подлые, чреватые большими бедами, их засовывают или в дурку, или в тюрьму, или отправляют на свет, на тот свет. Это уже зависит от многих других обстоятельств. Один из самых главных вопросов, которые я хочу задать, наверное, человек, который знает много чего, то, что мы не знаем. Нынешняя проблема, как я уже говорил, это чума, о которой не говорят, говорят о ковиде, а еще что-то. Но я посмотрел данные, каждый год в Латвии умирает от рака 6000 людей, приблизительно. что это такое, почему такие вот большие цифры, которые растут с каждым годом, и почему об этом не говорят, и возможно ли что-то делать? начну с конца. С этим и можно, и нужно что-то делать, но сначала надо сделать так, чтобы над нами в ясном небе не было белых полос, которые Википедия до сих пор называет городскими легендами и так далее. То есть, такое издевательство над теми, кто занимается с этой проблемой. Потому что как минимум, как минимум половина ответов на вопрос о статистике онкологических заболеваний там. Я этой темой очень конкретно, уже вот именно совсем конкретно занимаюсь с 2010 года. До этого я в основном занимался работой с следствиями воздействия на нас этого фактора. Кстати, в этом Википедии и во всех других местах, где издеваются над людьми моего типа, там приписывается городским сумасшедшим вообще изобретение этого термина химиотраз. То есть, это вот люди с ума сошли и придумали этот термин. На канале Астралионика есть документальное доказательство, что этот термин выдуман американской военно-космической системой. Там есть брошюрка для подготовки к сдаче экзамена в Академии Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Брошюрка называется Кэм-трейлз химиотрассы. Это раз. Во-вторых, кому мало. В 2001 году, 2 октября, ну, по крайней мере, должно было быть слушание, я даже не уверен, извините, многое выходит иногда из памяти, но запланировано было заседание в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, которое инициировал сенатор Кучинич, по фамилии Кучинич. И законопроект гласил примерно так, по тексту, ссылка на него тоже есть на нашем канале, запрет для Соединенных Штатов Америки в разработке экзотических видов вооружения. И там перечислены экзотические виды вооружения. Много чего такого, чего даже как бы и не бывает. И, среди прочего, черным по белому Кэм-трейлз химиотрассы это на уровне высшего органа власти американского. Поэтому, ну, как минимум, сам термин достоин того, чтобы к нему относиться серьезно. А дальше к этому относятся серьезно. И другая сторона, которая ответственна за то, что над нами вот эти вот белые полосы, она очень хорошо следит за тем, как реагируют на эту тему. И особо прытких эта сторона очень быстро отправляет на тот свет. И тут неважно, кто этот округ. В Штатах кого только не поубивали за то, что они громко говорили на эту тему. Я тогда задам вопрос, получается, я придумал и над моей головой распыляет, я сам себя убиваю, получается? Все гораздо сложнее. И мы опять касаемся темы тайной космической программы, потому что многое из того, что над нами висит, является частью этой системы, давно уже царящей на нашей планете и которая выращена за счет эксплуатации людей, в том числе за счет того, чтобы превратить их в безмозглое тупое стадо. А вот в этих веществах там есть много чего, там барий есть, например. Это элемент, который приводит к тугодумию, как минимум. И другие есть элементы. Так вот. Чтобы люди поверили, они что должны сделать? Они должны понять, что... Анализ, не знаю, воды взять. Это все делается. Есть сайт geoengineering watch.org. Это лучший сайт, который ведет Дэйн Уигингтон. Это настоящий рыцарь, который за свои деньги делает анализы, собирает информацию со всего мира от всех исследователей, которые свои исследования делают за свой счет в самых настоящих и передовых институтах, у которых есть оборудование такое, верифицированное. Я примерно то же самое делал здесь и получил первый инфаркт тогда, как звоночек такой. И я это все, все, что я наисследовал на свои собственные деньги здесь, и образцы воздуха, и растения, и почвы, загнал в информационный блок, перенес на компакт-диск, из рук в руки передал руководителям комиссии САИМа. Через два месяца у нас САИМ раз и поменялся при каком-то президенте. Помнишь, как это было такое? Я не хочу сказать, что тут вот только каким-то образом я на них повлиял, но в этот день, когда я это все передавал, я получил еще один инфаркт. Кстати, все было засвидетельствовано. У меня кардиограмма есть. У меня с сердцем никогда проблем не было и быть не может. Я себя знаю. Вот как действует эта система. Теперь на вопрос, а что они сами что-ли, не страдают? Да? На такие вопросы нам тоже иногда отвечают прямо в кино. Вот вам кино? Ах, вы не поняли? Ах, вы подумали, что это все фантастика, что вас пужалками развлекают? Ну, вы сами такие бараны. На самом деле так оно и есть. И в этом кино под названием «Ядовитое небо» фильм называется «Ядовитое небо» в 2007 или 2008 году он снят. Там показан один из ответов на вопрос, почему те, кто за этим стоят, ничего не боятся. Ну, там показан вариант. У них есть антидоты, то есть противоядие. Да, у них есть противоядие. А еще у них есть технологии, с помощью которых за пару секунд из организма можно убрать все. Мэрис, не важно что. Онкология последней степени, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз или вот это все убирается за пару секунд. У них есть такие технологии. эти технологии получены за счет жесточайшей уму непостижимой запредельно зверской эксплуатации всего человечества, которое превращено в ресурс, включая пищевой. И то, что сейчас кое-где происходит в виде немирных событий военных, это тоже продолжение этой программы. Сбор ресурса, к великому сожалению. Так вот, вот это все связано с этими фантастическими делами. Фантастикой тут является, например, следующее, это условная фантастика. Вот столько, например, алюминия, большая часть того, что на нас сбрасывается, это алюминий, нано-алюминий, были получены под электронным микроскопом фото этих частиц. в природе, в производстве алюминия таких форм получить невозможно на земле. Это только маленький момент. Наши оппозиционеры, кстати, после вот этого, всего, когда там начался химтрейл, все дела, они поехали, взяли эти примеры, или как пара, образцы воды, там еще чего-то, и отвезли там в три, по-моему, разных лабораториях. И они об этом сказали, и в Ютьюбе были эти ролики. Ну и какая реакция? Людям, наверное, пока, знаешь, они как дети, да, вот мы сказали, что не выходи, заболеешь, он же все равно выйдет, а потом же, когда он болеет, тогда помоги мне, а когда спичку дотронешься до огня, там сразу больно, а тут же вот это есть, это бомба замедленного действия. Да, или как лягушка, которую медленно-медленно варят в молоке, да, она же не замечает, что ее варят, а это в каком-то смысле даже и хуже, потому что вообще... Я не знаю, расскажите, что это за история, я не знаю. Ну вот, лягушку, есть две лягушки, одну кинули в кипяток, она сразу умерла, да, три, пардон, вторая попала в кипящее молоко и выпрыгнула, а третью начали медленно-медленно-медленно подогревать воду, она не заметила и так живьем и она не сварилась. Так вот, с человечеством что такое не делали, а оно все выживает. Есть такой анекдот, а дустом не пробовали, это хуже дуста. Так вот, я расскажу такую эмоцию. Для тех, кто знает современные технологии, кто понимает, что откуда берется, на что способны земные технологии, на что не способны, если они подсчитают количество этого алюминия, а там десятки миллионов тонн нано-алюминия на земле нет такого производства и в таком количестве. А я еще говорю, что там частицы такой формы, которая в условиях земли получена быть не может. Точка. И об этом мне говорили два конкретных специалиста. У каждого из этих специалистов, слава богу, они пока еще живы, своя система производственная и свои возможности это все измерять и смотреть под микроскопом. Раз мы уже дотронулись до этой темы, у нас недавно, буквально несколько месяцев назад, прилетела сахарская пыль, песок, сахарский песок, который прилипал к магниту. Тоже самое, ребята полетели в Сахар, для песок привозили с Сахара. Ну, там засовывай сколько хочешь, в бутылку, там ничего не прилипает. Вопрос как физику, химику, я не знаю, как человеку. Многие кричат, что это правда, что это сахарское песок, который вот так много-много там через вихри прилетел сюда, вот и упал. Первое, Майрис, я за все это время познакомился с самыми разными ситуациями, в том числе жизнь. Такая удивительная штука, самая фантастическая штука это жизнь. Она меня вывела на одну структуру, у которой филиал есть здесь, где представители этой структуры получают тысячу в месяц только за то, что они организуют в социальных вот этих сетях нужную информационную волну. На одну публикацию на эту тему, в которой приводятся факты, они с помощью современных технологий организуют такой цунами ответную. Вот и все остальное. Вот как формируется народное мнение. Не думали об этом. Да, кроме всего прочего. Мне во многом легче, потому что у меня какое образование первое выше? Авиационное, радиоэлектронное, системное. Я знаю о самолетах все. Я знаю, что на борту должно быть, чего не должно быть. Это раз. Во-вторых, друзья, так получилось, я человек общительный. Кто-то уже, наверное, даже сразу уловил мою инграмму. С того времени, когда я закончил институт, с 82-го года, у меня друзей по всему миру в ООО. А когда я учился, с 77-го года в нашем институте начали учиться иностранцы. У меня среди них тоже очень много друзей. У меня есть свои каналы получения необходимой информации. в том числе от тех, кто так или иначе связан с системой самолетостроения. Так, сейчас буду аккуратно говорить, потому что некоторые из них, они до сих пор занимают свои должности. У меня есть достаточно информации, подтверждающей то, что самолеты до начала 2000-х годов специально переоборудовались для постановки на них определенного оборудования для распыления. А с начала 2000-х годов уже в стадии разработки конкретной модели все это уже вносится, устанавливается, и контроль за этими системами осуществляют службы, которые не находятся в рамках юриспруденции даже этой страны. они не под законами конкретной страны. И там настолько жесткая система, что в некоторых странах эти господа, которые контролируют состояние этих распыляющихся систем, они в случае чего имеют право стрелять на поражение. Да. Да. И это уже происходит, к великому сожалению, и не в какой-нибудь Зензибаре. Да, конечно. Ну вот, наверное, если у меня вопросов нет, если у вас будут вопросы, пишите в комментарии или лично, мы очень будем заинтересованы, что вы знаете, что вы, не бойтесь, да, потому что, как мы видим, те, кто боятся, в любом случае, в любом случае, мы умрем, это неизбежно, а если все будут бояться и, так сказать, молчать, потому что я даже знаю, вот многие мужчины, ребята, которые, допустим, здесь в Латвии отсюда собирается уезжать, говорит, давайте сделаем интервью, поговорим, расскажете, что как бизнесмену здесь не нравится, говорит, не-не-не, у меня тут отсюда еще не выпустят, и он говорит, у людей очень большой страх, на самом деле, если мы будем бояться, мы будем в таком же самом дне, там, где мы и были, и это показывает, что в Латвии на самом деле есть очень талантливые, мы еще в конце, скорее всего, увидим, в чем, так сказать, и в музыкальном жанре, но и в знаниях, нестандартном мышлении, но и чуть-чуть в спорте, трехкратный чемпион мира по боксу, общается с такими, так сказать, нестандартными людьми. Очень приятно было с вами пообщаться, надеюсь, вам тоже было интересно, и до скорых встреч. До новых встреч, и, друзья, пора становиться настоящими христианами, настоящий христианин меньше чего-то страшится и больше любит и окружающих, и мир, в котором мы живем, и делает все согласно космической любви, а не страху. Счастливо! 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 Продолжение следует...